Guten Morgen, guten Tag, liebe Freunde! Das ist Deutsch und das ist die Deutschlehrerin Людмила Павловна Перепёлкина. Das heutige Thema, was kostet das? Einkaufen und Taschengeld. Наша тема, сколько это стоит? А сегодня мы будем говорить о покупках и карманных деньгах. Taschengeld – карманные деньги. Что можно купить? Das T-shirt. Если есть необходимость, дети, можете ставить на паузу видеоурок, чтобы иметь возможность повторить то, что я говорю. Итак, spricht мир на имкор или айнцель. В одиночку или хором. Das T-shirt. Der mp3-спieler. Das Poster. Der Computer. Die Zeitschrift. Die Zeitschrift. Das Buch. Das Handy. Der Rucksack. Das Fahrrad. И в домашнем задании, и в других заданиях эти слова вам могут пригодиться. Обратите внимание, что здесь выделены фиолетовым цветом артикли, которые могут меняться по падежам, а также могут из определенных превратиться в неопределенные. Здесь мы видим, что это определенные артикли. И давайте еще раз произнесите вы вместе со мной. Die Zeitung. Парад. Велосипед. Das Poster. Постер или плакат. Открываем учебник на странице 72. Поставьте на паузу, чтобы вы могли это сделать. Итак, открыли, я думаю, все. Посмотрите, пожалуйста, на середину этой страницы, где вы видите картинки. Повторяйте за мной. Eine Computer. Zeitschrift. Zeitschrift. Это, как мы видели ранее, журнал о компьютер. Zeitschrift. Журнал о компьютерах. Die Zeitung. Die Zeitung. Gazeta. Der Schokoriegel. Der Schokoriegel. Шоколадный батончик. Die Cola. Вы знаете, интернациональное слово. Die Handy-karte. Карта для сотового телефона. Der Kaugumi. Это для вас слово, конечно, наверное, новое, но по картинке вы видите, что это означает жвачечная резинка. Жвачка, как мы говорим. Der Kaugumi. Давайте еще раз повторим. Der Kaugumi. Теперь смотрим ниже на шестое упражнение. Все сориентировались. Sprechen üben. Учимся говорить. Пожалуйста, не ленитесь. Слушайте меня и повторяйте за мной. Eine Computerzeitschrift. Eine Computerzeitschrift. И глазками тоже смотрите, чтобы видеть, как это читается. Мёште eine Computerzeitschrift. Мёште eine Computerzeitschrift. Мёште eine Computerzeitschrift. Мёште, я хотел бы. Или я хотела бы. Я хотела бы журнал о компьютерах. Ну, здесь можно что угодно сказать, что я хотела бы. Мёште Kaugumi. Я хотела бы жевательные резинки. Мёште die Cola. Я хотела бы Coca-Cola. Мёште die Handy-karte. Ich möchte einen Schock-Riegel. Он называет Runzefort. И так далее, и тому подобное. Далее смотрим. Следующая строчка. Die da. Вот это вот показывает продавец. Kostet die da? Was kostet die da? Сколько она стоит? Ну, например, та же жвачка. Или журнал. Журнал у них женского рода. Поэтому тоже die. То есть не полностью же слово проговаривается, если вы разговорной немецкой речи. А просто артикль. Если бы полностью было Was kostet die Zeit Schrift da? Сколько стоит журнал вот этот? Вот тут вот который. А сокращенно, раз уже об этом шла речь выше. Was kostet die da? Смотрим на следующую строчку. Tire. Tire. Дорого. Ещё расскажем. Tire. Aberteuer. Ну и дорого. Aberteuer. Повторяйте, не ленитесь. Das ist aberteuer. Ну и дорого. Das ist aberteuer. Eine narodigung. Жевательная резинка. Жевательную резинку. Вот, кстати говоря, у нас жевательная резинка. Она моя женского рода. В немецком языке не совпадает с нашим русским языком. У них мужского рода. Und einen radiergummi. И жевательную резинку. Eine computerbild. Und einen radiergummi. Журнал, который называется Computerbild. И жевательную резинку. И жевательную резинку. Карманные деньги в месяц. 10-28 евро. 10-28 евро. Этот значок означает евро. Ойро. В немецки. Евро – это денежная единица в Германии. Я думаю, вы об этом уже знаете. А теперь посмотрим табличку, которая вам здесь представила. Как считают родители немецких детей, сколько карманных денег надо отмерить на ему ребенку. Смотрим. Вот нижняя строка – это возраст. Alter des Kindes oder Jugendlichen. 6-7 Jahre. 6-7 лет. Смотрим. Выше. 9,5 – 2 euro wöchentlich. Wöchentlich – это слово woche, неделя, wöchentlich – еженедельно. Пол евро или 2 евро. Следующий возраст. 8-9 Jahre. 8-9 лет. 2-3 euro wöchentlich. 2-3 евро еженедельно. Далее. 10-11 Jahre. 10-11 лет. 13 – 15 euro. Ежемесячно. 12-13 лет. 15 – 20 euro. Ежемесячно. 15-23 евро. 14-15 лет. 14-15 лет. 23-30 евро. Ежемесячно. 16-17 лет. 16-17 лет. 17-17 лет. 30-40 euro. Монат лишь. 30-40 евро. В месяц. И вы получаете тоже ташенгельц. 20-17 лет. 24-13 лет. 20-21 лет. 29-13 лет. 30-21 лет. 21-26. Домашнее задание. 21-27. 22-23 лет. 21-27. 28-23 лет. 27-22 лет. анhao. 23- взять. справа под нумерациями. Видите, здесь 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 предметов. Помощником вам станет учебник и словарь в конце учебника, вот этот видеоурок, интернет. Начните свою работу так. Запишите дату сегодняшнюю. Heute ist der 23 April. Hausaufgabe. Домашнее задание. И отвечайте. Я вам начало уже полностью написала. Я даже написала вам артикль. Уже артикль писать не надо. Даже если вы в словаре будете сказать просто само слово. Артикль. Вот это все артикли. Без этих артиклей вы уже пишете артикль. Я вам уже написала. Прописывайте полностью предложение, а не только слово там собака или кошка. Михаил хотел бы собаку. И так далее. Итак, у вас 6 предложений полностью прописанных. Выполненное задание в тетрадь по немецкому языку 23-24 апреля отправить своему учителю немецкого языка на электронную почту. Не забудьте при этом указать, чья это работа, потому что ваши адреса электронной почты часто не совпадают с вашей фамилией и именем. 27-24 года. Продолжение следует...